Внутренняя мотивация к знаниям это очень серьезная вещь, потому что хуже, когда человек уже заболел и тогда начинает трубить во все трубы. Лучше, когда все-таки он в рабочем порядке, в плановом, делает какие-то вещи, которые позволят ему потом избежать болезни. Я очень много раз с этим сталкивалась, что все-таки человек, знающий, он ведет себя совершенно по-другому во всех ситуациях. И мне очень приятно, когда я общаюсь с очень большим количеством институтеров, с очень большим, и когда человек уже в своих жизненных ситуациях проявляет такую высокую грамотность по отношению к своим близким, по отношению к детям, неважно, да, что он уже понимает, что он действует практически безошибочно. А вот в экстремальных ситуациях это состояние еще усугубляется, потому что когда примешивается еще ответственность за жизнь близкого человека, то человек вспоминает все, даже то, что он не знал никогда. Поэтому знания лучше накапливать заранее, вот ложка дорога к обеду, а знания, они дорогие за много. Поэтому то, что вы изучаете эти темы, ведь на самом деле человек в жизни очень много обучается, очень много. И он практически всю жизнь обучается чему-то. Кто-то учится шить, кто-то изучает танец живота, кто-то занимается, я не знаю, юриспруденцией, кто-то изучает, там, гороскопы, друидов, например. Да хорошая вещь, вообще супер, изучить гороскопы друидов, да, или, там, календарь Мария. И вот, ну, то есть нормальные интересные вещи, которые, в общем, можно изучать всю оставшуюся жизнь, и никогда не идущих, потому что что-то там не дописано у них. И когда человек абсолютно не знает, что вообще у него внутри, как это происходит, когда он не знает, что такое иммунитет, ну, вообще не знает, что такое иммунитет, да, или думает об этом что-то вообще другое. И поэтому очень радостно, когда все-таки люди в отношении себя становятся целеустремленными, грамотными, любознательными. И на самом деле это самая интересная наука, потому что все остальное — это прикладное. Это прикладное. Вот представьте себе, наши дети учатся в школе, изучают, ну, огромное количество предметов. Вот они изучают, например, там, двигатели внутреннего сгорания, ну, там, или они изучают, к примеру, русский или зарубежную литературу. То есть, безусловно, это надо. Потому что очень важно знать, почему корень набросил от такой, ну, просто, да, это необходимо. Особенно в 13 лет, там, или там, кто за кого, кто за Наташу Ростову, кто за Пьера Безухова. То есть, и все это нас серьезно волновало. Ну, то, что абсолютно не изучаются вопросы, как питаться человеку, вообще, сколько кушать. Или, например, абсолютно не изучаются вопросы движения. То есть, не теоретически все, что двигается, все, что делается по движению, большинство из этого неправильно. И способствует только разрушению резкого организма. Не изучаются очень важные вопросы психологии. Не изучаются вопросы отношений. А, например, отношения ребенка и родителей. То есть, ну, может быть, в каких-то школах в отделе это изучается, да? Но при этом изучается очень хорошо алгебра, глубоко, математика, там, разные другие. То есть, это все прикладное. Без того, как питаться, как двигаться, какие бредные привычки иметь, как защититься от экологии. Если бы, например, мы изучаем биологию. Если бы биологию ребенок изучал с точки зрения пищевых растений, вот что полезно, что не полезно, например. Как это вырастить, где это растет, какие особенности. То есть, для себя. Именно с точки зрения того, что он съест. Или, например, представляете, человек изучает химию. Он изучает, там, бензольные кольца, циклы, ну, и так далее, и так далее. А если бы он изучал химию с точки зрения поведения микроэлементов у себя в организме. Вот, например, я изучал бы цинк. Не просто как там цинк, я изучал бы цинк как основу ферментов, гормонов. Вот тогда это было бы хоть как-то для организма полезно. Или, например, он физику вы изучал. С точки зрения поведения электрического тока у себя в организме. С точки зрения своей энергетики, биоэнергетики. Тогда хоть смысл бы какой-то был. Потому что все, что мы изучаем за всю нашу жизнь, никак нам не поможет прожить дольше. Вообще никак не поможет. Ни кандидату наук, ни доктору, ни доктору философских наук. Потому что доктор философских наук вообще неправильно читает. Он весь в своей философии, и он просто вообще забывает поездить. Три дня. И получается, что самую главную науку о себе мы вообще не знаем. Мы не знаем, не знают наши дети, не знают дети наших детей. И поэтому человек проживает гораздо меньше, чем он еще может жить. Рядом может жить очень долго. И при этом он может жить очень активно, практически не болея. У меня все время есть мысль все-таки прописать когда-нибудь, что надо делать. Сколько надо вешать в граммах. То есть вот, что человеку надо обязательно делать в этой жизни. Но из всех методов, которые рекомендуют, если их прописывать, их будут сотни. Из них половина не работает. И поэтому, прежде чем писать, надо объяснить, что работает, что не работает. Потому что очень важно, чтобы человек не делал лишних каких-то вещей, а начал с того, что оно действительно необходимо. Вот действительно необходимо заботиться об иммунитете. Вот действительно необходимо. Но, если, допустим, я сейчас вас буду спрашивать, что такое иммунитет, вот на вашем уровне, и как о нем надо заботиться, то вы пойдете в совершенно противоположную сторону. Я уже спрашивала, вы уже хотели. Хотите, можем попробовать, хотеть мы не будем тратить время. Потому что иммунитет – это совершенно потрясающая вещь. Если я вам начну читать лекцию об иммунитете, так как мы читаем ее у врача, то это будет огромная-огромная скучная лекция. Это будут виды иммунитета, классификации иммунитета, специфические, неспецифические, врожденный, приобретенный, и так далее. Это будут какие-то системы, это будут совершенно системы комплимента, иммуноглобулинов. Ну, то есть какие-то такие средние, которые вам в жизни никогда не пригодятся. Потому что что с этим делать, вообще ничего не понятно. Вот у вас доволел ребенок и начал болеть часто. Вот не болел, не болел, потом раз, заволел и понеслось. Вы интуитивно начинаете думать, что-то у ребенка стало с иммунитетом. То есть слону понятно, что иммунитет как-то испортился. Либо перестал защищать, либо что-то. Ничего более умного в голову не приходит, как пойти к врачу, допустим, педиатру. И спросить, у меня ребенок стал часто болеть. Ну, с чем это связано, да? Врач, естественно, заподознает, говорит, вы знаете, у вас, наверное, плохой иммунитет стал. Вы говорите, да, что можно с этим делать? Врачи скажут, вы знаете, вам надо посетить иммунолога. Вы пойдете к иммунологу. Иммунолог врачи специализированный, то есть принимает не всегда и не всех. И к нему надо еще пробиться, что называется. Да, еще очередь найти еще надо. В некоторых годах их вообще нет. О деревнях вообще в принципе нет иммунолога, да? Вы приходите к иммунологу и говорите, знаете, я подозреваю, что у моего ребенка плохой иммунитет. Потому что он стал часто болеть. То есть это даже чек без образования сопротив, что если ребенок часто болеет, еще у него плохой иммунитет. Ну, что тут спонят, да? Врач говорит, да, ну давайте пройдем исследование. Начинает вам назначать массу анализа там крови и так далее, и так далее. В результате он эти анализы получает. Он эти анализы шифрует. И делает вам заключение, мы с плохой иммунитет. Вы говорите, таки, да, я поэтому к вам и пришел. Вопрос, что делать? И вот тут вопрос, что делать? Как он повисает в воздухе таким огромным вопросом? Что делать действительно, когда плохой иммунитет? Ну, что делать, если плохой иммунитет? Что, что делать? Поиди кормить. Это вам врач так сказал? Поиди кормить, правильно, да? Нет, ну вот давайте порассудаем. Что вам скажет врач, если у вас плохой иммунитет у ребенка? Витамины. Витамины назначено. Правильно. Еще. За колясо. То есть тренировать плохой иммунитет, да? Спорт. На воздух. Спорт заниматься. На воздух не чаще. Отдыхать. Решение. Ребенку больше отдыхать это не работает. Сколько так отдыхает всю жизнь? На море. Поехать на море, да? Кримунал. Там ехать, спостриться на море, да? И раз ребенок искупается. Вы выбовали это делать? Не выбовали, потому что брать рекомендует. помогает где-то помогает где-то не помогает хотя брач сказал правильно больше прыгать больше на воздухе находиться на море съездить но скажу так в принципе это надо делать и без плохого имени надо ездить на море закаляться надо больше двигаться надо хорошо питаться это все правильно ничего проще неправильное не может сказать вопрос будет ли вы это делайте антибиотики вы все равно будете принимать противокошливые препараты вы все равно будете принимать парацетамол если у вас ребенка поднимется температура вы все равно будете делать то что вы всегда делали, когда у вас ребенок заболел. Все то же самое. Вот он у вас заболел 15 раз, вы 15 раз будете убивать иммунитет. При этом вы будете в другое время ходить к врачу, и он вам будет советовать снова поехать на море, прополоскать горло и так далее. То есть, вот здесь возникает замкнутый круг. Чем чаще ребенок болеет, тем больше вы убиваете иммунитет своими действиями. Чем больше вы убиваете иммунитет, тем ребенок чаще болеет. И вот вырваться из этого круга, он может только сама жить, потому что ребенок растет, и у него перерастают некоторые реакции, боли укрепляются, либо обстановка какая-то меняется. Поэтому я не могу сказать, что есть действенные средства укрепления иммунитета. Их нет. Все панацеи, которые мы находили в своей жизни, начиная от интерферона и заканчивая какими-то грибками, это условное действие. И мы сегодня попытаемся с вами разобраться, что такое иммунитет. Вот говорят, бывает иммунитет тканевой, жидкостный, пристеночный, общий, местный. То есть, видов сотни иммунитетов, это плюс еще сортов. Много, да? И нам надо понять, с чем мы имеем дело, что такое иммунитет, как сделать так, чтобы мы не просто в свое время налечились, как сделать так, чтобы мы не болели. Вот у нас задача какая? Чтобы та болезнь, которой мы болели, была последняя. Вот у нас сверхзадача такая. Нам не важно, какой у нас будет иммунитет. Нам важно, чтобы ребенок наш больше не болел. Вот даже если все окружающие болеют вокруг, в садике, чтобы он не болел у нас. Вот это у нас сверхзадача, да? И за это отвечают, что это иммунитет. Поэтому мы сейчас определим тот образ жизни, который поможет нашему иммунитету действительно бороться за наше с вами здоровье. Что такое иммунитет? Иммунитет попросту переводится слово «сощита». То есть, есть нектое в организме, абсолютно одушевленные. Слово «иммунитет» на какой вопрос отвечает? Что? Так вот, он на этот вопрос не отвечает. Если у вас слово «иммунитет» будет отвечать на вопрос «что?», то это не иммунитет. Потому что слово «иммунитет» отвечает на вопрос «кто?». Это понятно? Это первое несоответствие. То есть, иммунитет – это кто? Потому что он абсолютно живой. Он абсолютно сознательный. Нам надо его сначала очеловечить или оживить. Потому что, если вы думаете, что иммунитет – это некая совокупность признаков, это может быть, это вы можете думать, что хотите. Но иммунитет по обороту хочет кушать. Потому что он иммунитет – это клетка. И никакого иммунитета, кроме клеточного, быть не может. У нас могут быть факторы, способствующие иммунитету. Всякие антитилатом, иммуноголкулины и так далее. Это мы разберемся с вами. Это мертвые молекулы. Так же, как я вам вчера говорила, да? Что существуют мертвые химические молекулы – белки. Они тоже участвуют в иммунитете. Но как условия? Они участвуют только в режиме подготовки. А у нас существует один субъект иммунитета – это лейкоцит. Это белая кровяная клетка. У нее есть несколько видов. Бывают разные лейкоциты. Лимфоциты, гранулоциты, макрофаги. То есть мы с этим тоже разберемся потихонечку. Хотя очень сильно я вас этим нагружать не буду. Это не важно. Но запомните, что есть одна клетка в организме о разной степени зрелости. Которая отслеживает в нашем организме то, что является мы, и то, что является не мы. Значит, я вам вчера рассказывала, что у клетки есть молекула ДНК. Молекула ДНК – это половая система клетки. Это репродуктивная система клетки. Это система генетического кода, которая состоит из мертвого белка, неживого белка. Белок – это углерод, азот, кислород, вода и еще некоторые. Микроэлемет – это у кого-то сера, у кого-то что-то. Но вот конкретно молекуле ДНК – 4, но клеиновые кислоты. Я даже не буду говорить, как они называются. Это для вас не важно, чтобы вы не путались. То есть представьте себе, что это небольшая такая матрица, на которой записаны генетические программы, так как на дискете. И как я вам вчера уже сказала, руководит которой центральная нервная система. Она может зачеркивать, переписывать, подлаживать, вычищать, копировать. И по этому образу и подобию строится клетка. Эта ДНК считывается, потом дуплицируется, копируется или фотографируется. И получается точно такая же молекула. И рождается другая клетка. Но эта клетка будет точно такая же по этой же заданной программе. От груши яблоко не родится. Вот, например, вы, кто-то, каждый в отдельности, да? Там фоноговорят яблоко. И вот этот вот порядок молекулы ДНК, он точно специфический. Допустим, один, два, три, четыре, четыре, три, два, два. Ну и так далее, какая-то матрица. Вот фильм «Матрица» смотрели, вот то, что там вот эта таблица. Это вот приблизительно такая же матрица. Там огромное количество, более 25 тысяч комбитов. Вот этих вот фрагментов. Так лейкоциты – это клетки живые, которые имеют тот же бурьет, цитоплазму, ту же молекулу ДНК, матрицу. Имеют те же батарейки, то есть аппарат Гольджи, метафондрии, в которых кодится энергия, там по полочкам лежат молекулы РТЛ. Мы посмотрим это сейчас с вами. И эти молекулы ДНК подходят только для вашего организма. Никогда больше это никому не подойдет. Вот у вас, весь организм, у каждого из нас в отдельности, только по такому порядку. И весь следующий белок, который будет строиться сто лет, пока вы живете, будет только в таком порядке. Никакого другого порядка в принципе невозможно. Как только клетка ошиблась и пропустила одно аминокислоту, белок будет разрушен, потому что он не будет соответствовать вашему генотику, то есть вашей генетике. Например, в организм попал вирус. Он имеет другую программу. Он состоит точно из таких же аминокислот и фрагментов. Но у него не один, два, три, а три, два, один. А в остальном, может быть, даже где-то совпадает. Вирусы тоже бывают две молекулы. Две цепи ДНК и одна цепь, называется РНК, рибонуклииновая кислота. Так вот, как только перепутан порядок, лейкоцин, вот эта кровяная клетка, белая кровяная клетка, она мгновенно получает сигнал «Уничтожен». Потому что если вирус перепрограммировать наши будущие клетки, то вместо нас смотрели фильм «Муха», да? Где произошла небольшая поломка в ДНК, и вместо человека женщина родила личинку мухи. Да? Страшный фильм, вообще ужас просто. Если происходит малейшая перепуточка в ДНК, то уже может возникнуть химера. То есть, не знаю, может хвост вырастет, там еще что-нибудь, еще что-нибудь, какие-то врожденные уродства. Потому что весь белок строится точно вот в этой заданной программе. И существует вот этот так называемый иммунитет клетка лейкоцита, которая каждую клетку, проникшую в наш организм, не соответствующую нашему порядку, будет уничтожать. Все. Ничего больше нет в этой жизни. Поступила бактерия, у нее другая молекула ДНК. Лейкоцин получит сигнал ее уничтожить. Любым путем. Сделали вы пересадку каких-то клеток. Ну, например, был ожог, пересадили кожу. Не свою, там, а, ну, не знаю, от кого-нибудь другого, да? Ребенку маме от ребенка пересадили. Все. Она не приживется никогда. Потому что лейкоциты всю оставшуюся жизнь будут ловить эти клетки и уничтожать. Потому что у них такая программа, у них программа на сны записана. У них ни правая, ни влевая, никуда. Все, они должны уничтожить. Пересадили человеку почку. В этой почке клетки не живут сто лет. Они умирают, рождают другие клетки. И все клетки будут не соответствовать нашей программе ДНК. Всю оставшуюся жизнь лейкоциты будут атаковать эту почку. До тех пор, пока они ее съедят. Никогда она не приживется. У врача два выхода. Либо уничтожить иммунитет, чтобы он не хватал. Либо... Почка отторгивается. Поэтому врач выбирает, пусть человек живет, но иммунитет ему уничтожен. И он начинает ему назначать гормоны, которые разрушают иммунитет. Запомните, гормоны всегда разрушают иммунитет. Нет гормонов, которые не разрушают иммунитет. Они все разрушают иммунитет. То есть в этом суть. Что ни одно вещество, не подходящее нам по молекуле ДНК, никогда не должно проникнуть в наш организм. Это совершенно принципиальная вещь. Например, мы сели в курицу. У нее свой порядок молекулы ДНК. 3, 2, 4, 2, 1, 5, там, или, на этом, по-другому. Если она, не дай бог, эта курица проникнет в нашу кровь, то кровь может вообще свернуться. Как ответ на реакцию. Но этого не происходит. Потому что курица расщепляется. Она расщепляется на определенные аминокислоты. И уже не несет на себе 1, 2, 3, 4, 5. Она уже 1, отдельно, 2, отдельно, 3, отдельно, 4, отдельно. Расщепляется она при помощи ферментов. Если ферментов нет, то 1, 2, 3, попадая в кровь, вызывает аллергию. И организм уже начинает вырабатывать такие факторы, которые будут эту аллергию пытаться убрать из организма. Например, тройную молекулу куриного белка. Естественно, это пойдет через выделительные органы. Например, через нос, через горло, через бронзи. Видимо, кровь и кашля, насморка. То есть, все время кровь подчищается иммунными клетками. Для того, чтобы либо находились по одному все аминокислоты, и мы из них могли выстроить свой порядок. Потому что аминокислоты одни и те же. У всех, ни у кого нет никаких других аминокислот. Аминокислоты и матрицы у всего мира одни и те же. Просто они расположены в разном порядке. Это так же, как из 33 букв алфавита строятся миллионы слов. Точно так же из 4 аминокислоты и из 21 строятся все белки. Матрица записана на 4, а строится из 21 аминокислоты. У нас 20. 27 аминокислот. Мы не перемешивались. Мы постоянно перемешивались. Попал вирус, все, уже у человека половина части вирусная. Попала бактерия, уже половина части бактериальная. Потому что есть программа единая построения клеток. Всю оставшуюся жизнь у человека родился, и до конца жизни у него белок будет строиться по единой программе. По единому проекту, по единому заданию. И никогда не разлучиться не может. Человек может только умереть, когда его программа закончилась. Существуют близнецы, у которых молекула яйцекретка бывшая и молекула ДНК абсолютно идентичная. Их называют однояйцевые близнецы. Вот у них возможны какие-то варианты. Хотя среда наносит на них, конечно, небольшие разводящие. Такие признаки. Итак, не надо, чтобы вы поняли самый начальный этап. У человека есть ген. Он называется генетическая информация. Генетика. Он точно принадлежит этому человеку. Это его нумерологический паспорт по строению молекулы ДНК. Все, что находится в природе и не является внутренностью этого человека, называется антиген. Против нашего гена. Анти – это напротив. Поэтому мама рождает ребенка. У нее свой ген. Ребенок начинает развить его труби матери. Его молекула ДНК складывается из двух частей. Половину дает мама, половину молекул дает папа. Поэтому рождается новая генетическая единица. И мама уже не является копией организма ребенка. Но в момент беременности ребенок помещается в плацентарную защиту. И кровь матери не может уничтожить его. Потому что у ребенка, у труби матери, иммунитета нет. Вообще нет. Это очень принципиальная вещь. Ребенок развивается до 9 месяцев в организме матери без иммунитета. У него не включаются лейкоциты, которые отслеживают его генетическую программу. Иначе произошло бы непоправимое. Либо кровь ребенка съела бы мамину кровь. Либо кровь маме съела бы кровь ребенка. Лейкоциты уничтожили бы эту кровь. Поэтому ребенок развивается спокойно. Вообще без иммунитета. Он абсолютно без защиты. Он пользуется кровью мачерины. Он пользуется ее иммунитетом. Если на минутку иммунитет включится, произойдет выкидыш. То есть мама оторвет, потому что это будет угроза прямая для ее организма. Существуют некоторые вещи, которые надо знать. Например, кроме обычной молекулы белка, существуют в крови еще факторы. Вы, наверное, про этот фактор хотите спросить, да? Существуют некоторые факторы, которые создают условия. Как говорят... Вот у меня такой муж, такой муж, у него будет положительный, и только резус-фактор. Все остальное отрицательное. Так вот выявлены такие белки в крови. Действительно. Которые 9 человечества на большинстве на 2 части. У одних, у 90% положительные резус-факторы. Или еще дополнительной генетики. Такая страховочная белковая структура. У 10% отрицательные. И это тоже участвует в беременности. То есть... Ну, сложно. Я сейчас пока сюда не пойду. Я потом лучше расскажу немножко, когда вы узнаете, что такое иммунитет, да? Потому что иначе все остальные. Сложно будет вам. Тема очень сложная. Я как бы пытаюсь ее проще рассказать. Потому что как только я скажу термин, которые вы не знаете, или у вас нет ассоциаций, вы сразу запутаетесь. До сюда понятно то, что я рассказываю. Все. Четкий порядок. Ни с кем никогда не перекрещивается. У мамы свой иммунитет. У ребенка отсутствие полного иммунитета. И когда ребенок родился, маме надо ему передать иммунитет. То есть включить его иммунитет. И природа придумала так. У млекопитающих. Она передает ему молозиво. То есть не молоко. То есть за 3 часа после родов, 3 часа после родов, у женщины идет особая генетическая программа. Которая называется не молоко и не пища. Это называется первая пища молозива. И в этом молозиве, с этим молозивом, в организм ребенка попадает мощная дискета, развертывающая обучающаяся программу. И у ребенка в этот момент включается его личный иммунитет. И уже с этого момента уже никто не может вторгнуться в его организм. Ну по идее. Потому что запущены обучающие программы. Для лейкоцитов, для Д-лимфоцитов, для Б-лимфоцитов. Ушла информация в тимус. Ушла информация в бурсу. Это в кишечнике есть такой орган, который отвечает за иммунитет. Все, ему нет, включился. Если ребенок не получил молозива, то у него есть свои пусковые механизмы иммунитета. Но это будет уже несовершенный иммунитет. Это будет уже более слабый. Но на этот случай предусмотрено. Ну например, нет у матери молозива. А ребенок 9 месяцев, находясь в трубе матери, последние 4 месяца он учится сосать. Он сосет палец. То есть он тренируется. У него сосательный рефлекс, чтобы ничего не перепутать. Потому что если он родился и не умеет сосать, то он точно умрет. Потому что генетически можно программировать. Но сначала научиться сосать. Сосать не рефлекс. Итак, ребенок родился. Получилась обучающая программа. Иммунитет включился. И с этого момента это организм человека, которого в природе еще не было. И у него свой собственный иммунитет. У него есть часть наследства иммунитета маминого, которая передала ему определенные белки. Мама в своей жизни болела корью, проснухой, ветерянкой, всеми детскими болезнями. И она передала ребенку белки, которые борются с этими возбудителями. Еще много она ему передала. Она передала ему вот эту вот комбинированную молекулу ДНК, связанную с ДНК, допустим, папы, ребенка. И все, и ребенок начинает жить. Как это происходит, вы вчера видели. Но мы сегодня разбираемся с тем, что происходит здесь. Что происходит в этом иммунитете. Для того, чтобы понять, как это происходит, как вообще синтезируется белок, мы сейчас посмотрим короткий учебный фильм. Потому что нам клетку, в которой вырабатываются белки, а иммунитет и лейкоциты, это по сути дела белок, окруженный чем? Водой, мембраной, и который получил жизнь, да? То есть клетки где рождаются? У нас в организме. Согласны? Из чего они рождаются? Из строительного материала. Потому что если у вас нет кирпичей, вот у вас есть дом на даче. Вы хотите построить еще один дом, точно такой же или не точно такой же. Что вы берете? Вы берете строительные материалы. Что вы еще берете? Возду, цемент, хорошая. Еще что берете? Проект вы берете. Проект, план вы берете. И по этому плану вы строите дом. Точно так же делает клетка. У нее есть строительные материалы, аминокислоты, витамины, минералы, жирные кислоты, ферменты. Она берет эти строительные материалы, их полно в организме. Они в крови болтаются. У нее есть проект. Он написан на молекуле ДНК. И она из этих белков строит точно такие же белки. Потом что она с этими белками делает? Учит их. Потом она их в клетку заключает, наливает туда воду. И так далее, так далее. И родился новая клетка. Это называется родился. Лимфоциты это точно такие же клетки, которые имеют тот же самый набор аминокислот. Клетки обучены. После того, как они синтезируются, они обучаются в двух академиях. Первая академия находится в Тимусе. И получается Т-лимфоциты. Вторая академия находится в кишечнике. Бурса. Есть такая сумочка там. И они называются Бейлинфоциты. И по сути дела возникает весь вот этот вот комплекс защитников. Погасите чуть-чуть. Вот видно было. Вот эти прожекторы. Сейчас я покажу вам, как они выглядят. Сейчас, секунду. Включается, включается. Представьте себе весь, всю полицейскую армию. Полицейская армия равна 100%. Ну, то есть 100, у кого я человек, или особи, или как их назвать, 100 клеток. То есть мы будем приблизительно все переводить на понятные нам рельсы. Не видно, да? Нет, нет, сейчас, вы разгорите. Разгорится, да? Лейкоциты – это белые крыльные клетки. Это, собственно, единственный фактор такой мощной иммунитета. Может быть разного назначения. Вот посмотрите, например, вот эта красная клеточка, она называется базофил. Справа красная клеточка называется эозинофил. С синеньким ядром клеточка называется простой лейкоцин. Вот с таким красным ядрышком внизу называется нейтрофил. То есть что это такое? Это все одно и то же. Это все одно и то же только. За небольшим исключением набора. То есть у клетки может быть разная обучающая программа. Например, эозинофилия – это клетка, которая отслеживает в организме паразитов. У нее есть четкие специфические функции. Всегда, когда у человека есть листы, лямбрии, какие-то простые паразитальные формы простейших, в клетке, в крови человека появляются вот такие вот эозинофилы. И когда вы будете делать анализ крови, то из 100% всех встреченных врачом, биохимиком или микробиологом лейкоцитов, один процент или один из ста должен быть эозинофил. И если его один всего, это говорит о том, что паразитарные заболевания вряд ли существуют. То есть вполне возможно, что у ребенка нет листов, нет там лямбрии, нет никаких паразитарных форм. Если вдруг из 100 встреченных врачом, я еще раз говорю, в одной капле крови, врач может увидеть определенное количество вот этих защитников, да, и он их берет до 100%. Нашел он 50 штук, значит это 100%. Нашел он полторы тысячи – это тоже 100%. Понятно, да? Потому что проценты работают везде. Так вот, если их более трех, а их бывает до 15, это говорит о том, что в организме человека есть листы. Всегда, когда вы видите такое слово эозинофил на анализе крови, это говорит о том, что у человека есть листы. Дальше. А, дальше перетроциты? Ну, мне надо говорить. Дальше. Значит, вот так выглядит лейкоцид. Лейкоцид обычный. Это мощная крупная клетка, белая клетка крови. Мы вам потом на темнокольнике покажем, каким образом живой лейкоцид, как он двигается и так далее. То есть этот лейкоцид имеет огромное количество ножек. Вот здесь они не очень явно выражены. У него может одновременно до тысячи ножек выбрасываться. Они называются псевдоподией. Этими ножками лейкоцид ловит бактерии и, как в карманчике, засовывает их себе внутрь. Дальше. Вот рождение лейкоцидов. Значит, посмотрите. Это клетка в сухом виде, взятая на разрезе, на просвет. И внутри двойной комплект. Двойной комплект ДНК. То есть что делает клетка перед рождением? Вот что делает клетка перед рождением? Как вы думаете? Например, идет эпидемия. Центральная мирная система отчетливо понимает, что если она не подготовится к иммунитетам, например, проходит парад на Красной площади, что вы замечаете там? Ну давайте, давайте, просыпайтесь. Милицию сколько? Много. В обычные дни это есть или это милиция? Что они хотят сделать? Профилактику. Правильно? Они не знают, будет ли массовые нарушения, но вместо одного милиционера, выходит 100 милиционеров, еще и 50 человек в штатском. Вот точно так же в организме, 50 человек в штатском, и еще 100 милиционеров. Причем этим милиционерам уже поздно будет, когда уже случится все, да? Поэтому и заранее отправляют на дежурство во время массового мероприятия. Точно так же в организме. Наступила эпидемия, какие-то проблемы, нервная система все видит, все слышит, и она готовится. Что будет делать лейкоцин перед тем, как он раздуплицируется? То есть, родит подобные клетки? Удывается. Удывается. Что такое удывается? Что делает мама беременная? На ест. Мама беременная что делает? Ест с утра до ночи. И ночью встает тоже ест. Для чего она это делает? Чтобы накопить строительный материал, чтобы ей было из чего строить этого ребеночка. Это понятно, да? Поэтому что делает лейкоцин перед эпидемией? Кушает. Это понятно? Он набирает алинокислоты. Он набирает энергию. Он набирает двойной запас. Двойной ресурс. Он набирает жирные кислоты. Он набирает ферменты. Он готовится. Еще не факт, что он будет размножаться. Он набирает это все. Понятно, да? Если ему нечего есть, что он наберет? Ничего. Сможет он размножиться, если у него нет двойного комплекта? Там килограмма не работает. Просто по мгновению палочки волшебные не появится аминокислота, например, аминокислота, цистылин, например, или еще что-нибудь. Она должна поступить физически, откуда? Из продуктов. Поэтому, чтобы подготовиться к эпидемии, надо кушать. Нормально кушать. Нормальные аминокислоты, нормальные минералы, нормальные витамины и жирные кислоты. И плюс еще иметь огромное количество энергии. И если легоцид весь грязный, и если у него полные карманы, набиты грибками, набиты там какими-то вирусами, он сможет размножиться? Вряд ли. У него получится неправильный легоцид, неправильная генетическая программа. Я вам покажу потом, как легоцид размножается. Дальше. Вот другой снимок, в другом ракурсе сделан. Обратите внимание, он выбрасывает всегда подием ножки на значительную от себя, на значительное расстояние. И вот эти вот черные стрелочки, это бактерии, которые он лизирует. У нас есть такое слово, не кушать, мы даже назвали не терпном. Это называется лизирование, да? Хотя на самом деле он их просто поедает. Дальше. Или фагоцитоз, это называется. Вот обратите внимание лейкоцид. Сверху на нем маленькие бактерии. А вот там внизу золотистый стафилокок. То есть целая колония. Он ее примагничивает, потом начинает действовать на нее ферментами, он ее проталкивает внутрь к себе, обволакивает со всех сторон, затаскивает к себе в норку, ну то есть практически в свое тело. И начинает переваривать. То есть условно говоря, разламывает, откусывает. Из чего состоит бактерия? Из тех же аминодислот. Что состоим мы? Только в другом порядке. Это понятно, да? Весь мир состоит из одного и того же. Кирпички у всех одинаковые. И у бактерий, и у вируса, у рака, у мухи, у слона. Все одно и то же. Но только в другой порядок. Другая программа построения. Дальше. Маши лейкоциды такой, например, раковую клетку. Вот эта черная, коричневая, это раковая клетка. Лейкоцид, он когда живой, он еще и светится. Ну здесь он в непогрежную величину, поэтому как-то непонятно, как он двигается. Обратите внимание на лучи, на синие, которые раскинулись. Он протыкает всеми своими лучами. Что он пытается сделать с клеткой? Во-первых, он пытается нарушить ее мембрану. Если у клетки нарушена мембрана, то нарушен что? Мозг. Мы вчера об этом говорили. Мембрана у клетки это ее мозги. Так вот если он разрушил эту мембрану, то мозг разрушил. Все у клетки ниже не способна. Дальше он у нее забирает энергию, он ее, по сути дела, грабит. Он забирает у нее питательные вещества и все это, так сказать, переосределяет внутри себя. Испроприация испроприирована. Дальше. Маши лейкоцид в капилляре. Значит, что вы здесь можете заметить? Он может менять свою форму. Он может проталкиваться в любые самые тончайшие дырочки в нашем организме. В капиллярчики. Мало того, он может выходить через стенки сосудов. То есть для него вообще не существует программ. Лейкоциды живут где? В крови. В крови. Еще. В косном мозге. Они там рождаются, обучаются. Да, в косном мозге могут там обучаться. Еще. В лимфоузлах. А в лимфе. А патрулируют везде. Они ходят между сосудами. Они проникают в ткани. Они проникают в разные совершенно места. Они патрулируют все. Они только по крови. Кровь эта дорога. От пункта А к пункту Б. Кровь эта дорога, чтобы лейкоциду быстро докатиться. От головы до пятки. Это понятно? Он не живет в крови. Он по ней передвигается. А работает он в другом месте. Работает он в тканях. Как вы думаете, в мозгу есть рейкоциды? Ну, безусловно. Кто-то же поедает этих вирусов, да? Как вы думаете, в сердце, в тканях есть рейкоциды? Сто процентов есть. В каждом мочевом пузыре, в матке, в глазах, везде рейкоциды. То есть, они везде выходят, они везде... Если вы прокололи палец, и у вас палец загноился, не так, что у вас кровь загноился. У вас загноение из ткани, как выглядело, выходит из крови, попадает в ткань, я покажу, как это делается. И он съедает этих бактерий. А потом он уносит это все на выход. В организме, ну, потрясающая совершенно вещь. Так же, как полицейский одевает его индиционерные ручки, и точно так же он к себе его примагничивает, и вместе с ним уплывает дальше. Вот так выглядит живой лимфоцид, вот так выглядит мертвый лимфоцид. Лимфоцид, у которого повреждена мембрана, и у которого кончилась энергия, погибнутый лимфоцид может по одной причине. У него может кончиться энергия. И питатель вещества. Точно так же, как погибает человек, когда у него кончается энергия и питатель вещества. Программа у лимфоцидов бороться до последнего. То есть, конкретно, до последнего. Дальше. Вот так выглядит лимфоцид. короткие ножки лимфоцит это специализированный это полицейский это не просто рядовой а лимфоцит это обученный который обучался в т или в зонах обратите внимание у него огромные мозги и посмотрите какая у него молекула днк программа эта программа очень значительная но у него практически нет ферментного аппарата лимфоцит внутрь ничего не засасывает это не клетка убийцы это не макрофаг он работает головой он работает мембраной и он работает молекула днк там написаны программы какие антитела лимфоцит должен выработать я сейчас об этом немножко поподробнее расскажу чтобы не запутались это будет позже чуть чуть дальше вот тоже лимфоцит обратите внимание это другой лимфоцит посмотрите какая у него огромная ядерная часть вот это вот большое образование это ядерная часть тут находится генетическая программа что он должен уметь там записано все что он знает про все инфекции полная библиотека а вот эти маленькие беленькие и коричневые пятны шьеда их называют ферментные аппараты или рибосомы происходит уничтожение каких-то вредных агентов вирусов например дальше вот другая немножечко картинка это все не рисунки это все фотографии чтобы было понятно точно также внутри вот эти вот спирали днк свернутые но мембрана уже более тонкая дальше а вот лимфоциты скажем так по образованию разные маленькие лимфоциты это не зрелый маленький маленький лимфоциты вот как гиперюбин то есть это курсант тот который еще не сильно что-то умеет подросток значит вверху находится макрофаг слева клетка убийцы обратите внимание у нее огромное количество псевдополий ножек которые анализируют вот этих вот бактерий слева два находятся это лимфоциты т-лимфоциты и б-лимфоциты то есть т-лимфоциты немножечко поменьше б-лимфоциты немножечко покрупнее кстати спид уничтожает только полицию он не трогает и макрофаги не трогает ни подростков он уничтожает только высоко специализированную полицию функция или работа и б-лимфоцитов продуцировать защитные белки значит когда в наш организм попадает чужой белок чужой белок чужая аминокислота вирус является чужим белком бактерия является чужим белком простейшие является чужим белком лейкоцит макрофаг клетка убийца получает сигнал уничтожить но вирус все время меняет свою оболочку длину волны и скидывает свою мембрану стараясь освободить свой генетический материал и поэтому поймать его очень трудно его невозможно заметить он все время пытается уйти у него цель уйти от преследования и поэтому в организме разработан такой уникальный вид иммунитета он называется продукция антител значит вот наш ген вот антиген они имеют разную форму и разную структуру и вот лейкоцит который может фатографировать и создавать точную копию этого антигена он считывает с него информацию порядка аминокислот например 1 3 7 8 там 5 6 и делать точно такую же и отпускает ее в кровь такая форма белка называется антитела и когда зеркальное антитела встречается случайно с вирусом или бактерии образуется что примагничивание то есть абсолютно точная зеркальная копия мгновенно прилипает а на этой копии прямо как на кухне говорю есть датчик и он сигнализирует это как у вас угнали машину а в машине был датчик и человек по спутнику милиция ведет куда у вас машина уехала точно также центральная нервная система поэтому датчику точно отслеживает а антитела по крови произвольно гуляют их тысячи и в десятки тысяч их миллионы а ты римфоцит или ты и в этом параду бывает а он только и делает что делает эти антитела потому что у него есть точная фотография преступника вируса или бактерии механизм понятия сколько раз пошел импульс что антитела встретилась антигеном столько раз в это место бросаются лейкоциты представляете какая там организация космическая мало того когда все будут уничтожены интервенты еще остаточное количество этих антител на всю оставшуюся жизнь будет у человека курсировать и если это возбудитель в следующий раз попадет уже делим вас там не надо его фотографировать уже есть фотографии и уже они просто будут встречаться с этими эти делами и посылать центральную нервную систему импульс что что его надо уничтожить это называется антил антитела а вот эти вот комплексы антиген антитела антиген против нашего гена и антитела называется циркулирующий иммунный комплекс или цики и вам обмудолог обязательно при любом заболевании хроническом назначен сделать анализ на антитела например хламидия например к цитомигаловирусам например к вирусам герпеса понятно что врач ищет врач ищет если у вас вот эти белки специализированные которые выработала т-лимфоцит и был ли у вас когда-нибудь хламидия цитомигаловирус мало того врач не просто может сказать что он у вас был а у нас к что он у вас еще и сейчас есть потому что если происходит выработка постоянная антитела это значит вирус в организме например сегодня сделали одно количество через три месяца сделали количество удвоилось все значит происходит выработка антител за 4 на месяц то что никуда не делся если в течение месяц 3 6 10 год одинаковое количество значит ничего происходит значит достаточно этого то есть по титрам по количеству мы судим о том если кровевозбудитель вот это самый простой механизм работы иммунитета но опять же кто является основным героем иммунитета лейкоцид потому что антитела для чего нужны только для того чтобы лейкоцид не заметил понятно поэтому сами антитела это не иммунитет и сами тела они не живые и они никогда не будут иммунитетом если нет лейкоцидов это все не имеет никакого смысла никто не поймает эти циркулирующие антиген антитильные комплексы вот это понятно поэтому когда вы думаете что белок энтерферон кого-то словит никого не словит если нету лейкоцидов ничего не произойдет должны появиться физически макрофаги кубинцы наши убить наши защитники которые сидят этот вирус сидят бактерию лизируют ее разломают как хотите это называть можем зашифровать так что сами не поймем просто он ее уничтожает программу что же не дальше обратите внимание как выглядит макрофаг это абсолютно живая клетка абсолютно живая вот это справа у нее две руки и внизу филокоп золотистый сзади у нее хвост спереди у нее антенны то есть макрофаг носится просто как торпеда причем для него не существует сосуды не сосуды перегородки не перегородки он проскакивает везде он сворачивается в трубочку он проникает самые мельчайшие уголочки он находится у него много функций 1 есть противовирусная защита 1 специализированный макрофаги противопатериальной защита 2 противогрибковая защита 3 противопростейшая защита на гельминтов они не работают они только обещают организм то есть гельминты значит есть противораковая защита есть противотоксическая защита то есть он вылавливает токсины грибов например то есть у нас вот функция лейкоцинты и макрофаги очень специализированные то есть это рабочие лошадки нашего иммунитета вот так выглядит макрофаг в другом измерении то есть съемки бывают разные дальше вот строение макрофага обратите внимание программа вот ядро справа оно уже достаточно небольшое и мы уже нечем программировать за него уже подумали ты его эту лимфоциты но обратите внимание в огромное количество римосов то есть это вот этих вот беленьких пузыречек в которых находятся ферменты сюда попадают бактерии сюда попадают и здесь они уничтожаются когда они уничтожаются их преимущество используется в мирных целях потому что мы состоим из того же еще состоят бактерии дальше вот макрофаг лизирует бактерии дальше вот макрофаг конкретно ее уже захватил то есть это фотографии это не рисунки дальше вот эритроцит погрежденный строение сосуда обратите внимание слоев слоев и вот это все лейкоциту надо пройти чтобы попасть к я не думаю что вам что нибудь видно просто наблюдайте за рукой вот ткань вот клетка вот сосуд вот здесь еще одна клетка вот здесь еще одна например это палец это палец вашей руки там указательный вот сюда вы прокололи и попала бактерия вот здесь она живет вот эта бактерия что делает бактерия это нажимая размножается в этот момент она поедает что она поедает питание вещество нашего организма она съедает клетки она разрушает их целых на период у них аминокислоты и из них аминокислоты строит что свои аминокислоты понятно да абориген абориген и вдруг товарищи корм лейкоциты здесь нету лейкоциты они здесь не живут они живут здесь он через стенку туда выходит съедает а дальше у него вопрос либо идти назад сквозь что не очень логично потому что он переполнен он может быть практически при смерти если он живой и в состоянии справиться в состоянии справиться он будет только в двух случаях первое у него есть что энергия сила и 2 если у него есть питательные вещества при помощи которого он может себя почистить восстановить если он не трудоспособен он уходит в другое место он уходит в канализацию которая называется лимфа он попадает в лимфоузел в которой 10 входов и один только выход через таможню вот пограничный контроль а лимфоузел состоит из отсеков в которых разрушаются бактерии из мертвых бактерий образуется что гной слизь выделяемая секрет и лимфатическая система по своим протокам начинает двигать это на выход из организма гной должен быть удален гной это мертвые бактерии это мертвые погибшие лейкоциты это их токсины это еще недопогибшие лейкоциты но и всегда есть еще полуживые лейкоциты в нем есть полуживые бактерии которые в принципе способны размножиться поэтому есть закон гной никогда нельзя греть никогда усиливает кровообращение микроциркуляции гной по всему организму и гной всегда надо удалять то есть любыми путями либо путем хирургическим например скрывать гнойник либо путем рассасывания а что такое рассасывание гнойника без удаления это значит надежда на лейкоциты который потихонечку через почки через миндалины через нос вот например у человека гайморин и у него все время из носа течет в ноль о чем это говорит там на что там бактерий нет вообще да все бактерии где находятся в крови в лимфе кишечнике в воде везде лимфа собирает их и движет в нос потому что нос является выхлопной другой лимфатической системы и каждый день она как на лифте поднимает до носа гной и выделяет поднимает и выделяет но вообще тут ни при чем нос это дырка нос это дырка в которой есть два крака через которые выливается на уши перегородка искривлена все там пробито перегорябанное так далее и так далее то этот крак становится неполноценный там все плохо выливается знаете есть такая сахарная сахарница из которой вообще сахар не вытрясешь потому что эта вот трубочка она все время забита чем-то непонятным сахаром вот и точно так же бывает в носу бывает когда проход свободный освобожден а бывает когда в результате каких-то травм полипов там ну не отходит это называется гайморин но нос тут вообще ни при чем тут причем унитет и тут причем общее количество дноя в организме то есть общее количество бактерий дальше вот соотношение обратите внимание красные клетки это эритроциты белые клетки это эритроциты и соотношение очень разное то есть эритроцитов мало относительно эритроцитов просто триллионы каждый день у нас убирает несколько миллиардов эритроцитов они живут всего 147 дней потом они разрушаются в капиллярах потом этот гемоглобин от разрушенных эритроцитов всасывается переходят в селезенку в печень там по своим путям и обменяются новые эритроциты им дают новую сумочку этот белок используется и все происходит дальше либо в виде желчи удаляется через печень и поэтому кал у нас коричневого цвета потому что там очень много в кале разрушенного вот этого гемоглобина почему он коричневый то есть это фазы определенного превращения гемоглобина если у кого-то белый кал это очень плохо это значит что серьезные проблемы с кроветворением черный кал это значит кровь калит то есть не на той стороне дальше вот такое соотношение в размере то есть эритроцит это двояко вогнутая клетка двояко вогнутая то есть у нее нет игра и у нее нету скажем то есть она не размножается вот эритроцит считался безъядерной клеткой и до последнего времени буквально до двух лет назад ученые думали что ядро клетки это мозг клетки мозг или клетками но на самом деле безмозглые ученые вместе с врачами биологами химиками биохимиками они без мозгу и точно а у эритроцита мозгами является оболочка и не но не обязательно потому что они не размножаются им не нужна репродуктивная система они 147 день прожили и умирают и нужны новые эритроциты потому что они исчерпали свой энергетический ресурс дальше вот это тромбоциты это без ядерные клетки и без неклеточная форма это просто пластинки которые участвуют в свертывании крови беленькие вот эти вот с рожечками такими да это пластиночки неклеточной формы то есть в крови есть эритроциты трикоциты и тромбоциты то есть три вида клеток одни из которых является не клеточными просто пластинчиками дальше так но это уже глисты в крови да это нам пока не надо все это нам пока не надо значит и так что вы поняли из этого всего то что я сказала первое вы поняли что иммунитет это защита поняли что защита может осуществляться только живым существом что иммунитет отвечает на вопрос кто что иммунитет это обычная клетка которая бывает молодая специализированная очень специализированного дача министр защиты это министр внутренних дел организма что все эти клетки живут по тем же самым законам они кушают они выделяют ненужные вещества в окружающих в крови они размножаются если у них на это хватает ресурса и они осуществляют генную защиту каким образом они осуществляют они отслеживают все что не мы не наш ген отслеживают чисто информационно радиолокационно у них радиолокатор точнейшие приборы как только они опознали что это не мы это надо уничтожить и тут уже у иммунитета очень много инструментов антитела разные вырабатывают прикрепляют просто магнитят да чтобы заметить всякие белки интерфероны есть неживые которые тоже вмешиваются в строение вируса и нарушает его конструкцию делают поломочки разные активные белки но цель все равно одна скушать этого бактериального агента растворить полной какой могут скрыток и Используются уши, но для этого должна треснуть барабанная перепонка, прорваться, потому что там на самом деле закрытое пространство. Используются влагалища, используется мочево-выскательный канал, используется прямая кишка, используются потовые железы. Если не получается, используется что? Кожа. На коже возникают что? Гнайники. И эти гнайники, прямо к ним каналы такие пробуриваются, и лейкоциты по определенным дорожкам строями ведут эти бактерии наружу. И прорывается гнайник, это все выделяется. Если не получается, например, грибы удалить, потому что за ними тянутся еще миллиарды грибов на ниточках, то вся кожа пропадает. Это будет называться псориаз, нейродермит, экзема и так далее. То есть гнайник отличается от псориаза только тем, что там в одном случае грибы удаляются, а в другом случае бактерии удаляются. То есть вообще кожа ни при чем. Причем только один фактор, иммунитет. Это он гонит все на выход. Если он это не будет делать, нас едят решительно. Против кого работает иммунитет? Против того, кто меньше его. Если это то, что нас пожирает больше, чем лейкоцит, лейкоцит, извините, ничего не может сделать. Он даже против маленькой острички ничего не может сделать. Размеры несопоставимы. А тем более против грудных грибов. Поэтому лейкоциты работают только против вирусов, бактерий и токсинов. Против остального кто должен работать? Человек. Мозги. Мозги человека должны быть устроены так, чтобы он не просто не мешал своему иммунитету. Причем это вообще не стоит, а чтобы он еще ему и помогал. А помогать иммунитетом можно одним только способом. Образом жизни. Образом мысли. И добрым словом. Потому что слово или мысль является пусковым моментом начала работы иммунитета. Если вы каждый день будете говорить. 150 раз в день. У меня плохой иммунитет. И у моего ребенка тоже плохой иммунитет. И у моей мамы тоже был плохой иммунитет. И у ее мамы был плохой иммунитет. И все они нам передали патологическую наследность, поэтому моя маленькая девочка все время болеет. Потому что у нее была плохая мама, плохая бабушка и плохая парабабушка. Так и будет. Вот как скажешь, так и будет. Вот плохой иммунитет, значит плохой. Но еще вообще перестанет работать. Он все слышит, он все видит, он все анализирует. Относитесь к нему как к живому существу. Это ваши внутренние живые помощники. И умертвлять иммунитет в своем сознании ни в коем случае, это глубочайшая ошибка. С ним надо договариваться. С ним работать надо. Его надо обучать, его надо тренировать. Вот пошли обливаться, все, говорите с иммунитетом, тренируем иммунитет. И тогда он не понимает, что вы бедро на голову вылили. То есть он все должен понимать. В ваших мозгах должны постоянно идти в процессы работы над собой, с собой, со своими клетками. То есть вы, это мы, это огромное количество разумных существ. Нейронов, мозговых, разных других, и в том числе иммунных.